Иван Гаргамель представляет Дроггельбекер Ох ты мой! Кто это у нас тут? Ура! Ура! Таким он же родился Дроггельбекер А что сказано, верный друг У всех у нас свой секрет Неужели вы просыпаетесь каждое утро Зная, что в один прекрасный день Вы будете лежать мёртвыми у светофора? Не совсем так Но, дорогие бейхер, например Не различают синий и зелёный Ну, это нельзя сравнивать Твоя подружка Петра не различает Жёлтый и зелёный Она не моя подружка А мы, король Адриан Не различаем красный и жёлтый Ты должен был быть там, когда мы играли Борггельбекер О, Рэмпида почти шелк Я не хотел покончить С твоими страданиями После этого мы решили вообще не играть в настольные игры Только в ролевые фэнтезиные игры Но ты это решил И что мы просто сказали? Это так смешно Мы — группа развивающихся В светофорном мире О, пожалуйста! Почему ты нас присоединяешь? Дроггельбекер Не так быстро Если юная дева не жила бы сниться в Бедве Будет оконштан Этого достойно Оно нам будет заданием Которое проверит её героизм Просто попросим мне заказать пиццу И покончим с этим Хмм... Да будет так Пусть она закажет пиццу Эмм... Я хочу брокколи на пицце Но нет томатов, пожалуйста Дроггельбекер! Нет, брокколи! Дроггельбекер! И я могу просто умереть Брокколи! О, да Пожалуйста, умри! Ради этого я должен готовить тебе пиццу с бананами Да, я люблю чернику Но в этой жизни ты никогда не получаешь то что хочешь По указу короля Пицца с черникой запрещена Вместо этого знаете, что пицца с помидорами нам по душе Но... Я не люблю томатов Лили Лили слышала достаточно Казалось, что не было пиццы, которая понравилась бы всем Дроггельбекер! Дроггельбекер! А-а-а! Ты его слышала? Ну всё, озволь, привезти пиццу Потом можешь играть с нами Это очень легко! Все что ты едешь Все что ты едешь Не забудь взять с собой Тенденцию к самоунижению Дроггельбекер! Хочешь понимать Дроггельбекер 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 Дроггельбекхер? Ох ты мой, она права! Что тебя так наперил? Ты позволишь меня перед моим новым поданным! Дроггельбекхер? Ха-ха-ха! Да, это немного страшно! Подожди, пока не услышишь объяснение. Дроггельбекхер! 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 Похоже, наш гость ищет тирана по имени Доктор Марсел! Поделись с ней своими новостьми! Дроггельбекхер! Не забывайте прочитать великоптер! Дроггельбекхер! И только его и видели! Браво! Прекрасная рассказа о верный друг! С тех пор этими землями и пудра правит великодушный король! Мы можем сделать, что мы хотим! Значит, я смогу поспать? Нет! Я вообще совсем не понял... Я совсем ничего не понял, что сказал Дроггельбекхер. Дроггельбекхер говорил только Дроггельбекхер, да Дроггельбекхер. Ничего не понял, я, к сожалению. Да, кстати, я не зря все-таки решил ставить ему зубу, как в первой части. Это была гнитка доктора Марсела. Дроггельбекхер. Как это? Кто бы мог подумать? Ну, а Дроггельбекхер были и другие службы доставки бельгийской пиццы? Вы позвонили... Вы позвонили из службы доставки пиццы сперми! Меня зовут Поки! Что мне заказывать? Холдом один! Клиника! Все верно! Я полагаю, вы просто своими пиццами под решетку, как обычно! Какая начинка? Алло! Алло! Что будем заказывать? Ну, без начинки! Понял вас! Заказ принт! А задача через 345 минут! Всего хорошего! Заказа два! Одна пицца раз в один день это неправильная. Только игровые дизайнеры так верили. Только игровые дизайнеры так делали, просто прощите. О! Зелёное брокколи Жёлтые бананы Красные помидоры Зиняя черника Дchainко Фельд金 Эй было крепко закрыто Свист-цвисту-цвисту-цвисту Добро пожаловать в пратичную А ты должен сказать, что ты называешь врачный? А я отвечу, конечно. Признаю несколько паздовата, но нужна мансика в запретении. А мансика знает, что лучше. Так что мы стираем в писсуарах. Что ли тебе это слишком? У нас есть другой выход? Вот именно. Нету. В общем, тебе не обязательно. Противодись, что белье разделано по цветам. Белье в писсуаре с желтым очистителем. Ценим белье в писсуаре с зеленым очистителем. И зеленое белье в писсуаре с зеленым очистителем. Если хочешь попробовать, покажи мне белье верного цвета. Тогда ты можешь использовать подходящий писсуар. Но, Лили, что ты там делаешь? А ты забыла? Да не надо трогать, у нас теперь нет. Просто не трогай, енота. Увидимся. Что это у тебя там? Что это у тебя там? Посмотрим. О, да. Это надо мильно постирать. Но, пожалуйста, будет ли правильный писсуар? Най, назови меня приберезливым. Что у тебя там? Давайте я увидеть. Ну, пожалуйста, я вам принеса. Можно сделать писсуаре сколько хочешь. Фантом! Стал ты виновить меня? Прыгайся сколько хочешь. Ты больше не веришь от меня. А теперь мне лететь, пока я решаю, что с тобой делать. Лили подумал о предложении, что оно сделало следующее. Странно. О, Беговик, ты же не зарагал на глубокий лили. Правильно. Правильно. Убегай. Я схвачу тебя в следующий раз. Дочь смелая, разве что подойти ко мне так близко? А ты не видишь мои крыльки? Шипы и острые когти. Неужели тебе не говорили держаться в модель шатусных предметов? Подойди, я смеюся. Он не запомнился. Что происходит? Что такое хрэмор? Слишком слабо? Лили не хотела показаться жадной. Одна пяда будет достаточно, прямо как на родственнице с кампузами в школе. Прикрытие. Прикрытие. Ха-ха-ха-ха. Че-хе-хе. Че-хе-хе. Че-хе-хе-хе. Бега-бега-бега-бега! Отсутствие результата, то себе результат. Без шанса! Ирина разломала его совсем. Бега-бега-бега. Бега-бега-бега-бега-бега-бега! Не уж. Отсутствие результата, то себе результат. О! Ты гадкая девчонка! Посмотри, что она творила! Не стой, как вкопаны! Делай что-нибудь! Спасибо! Это было опасно! О-о-о-о-о! Все! Дракон умер! Этот демон тоже совершил ошибку. Похоже, в некоторых ситуациях было действительно необходимо трогать острые предметы. Лили вернулся в реальность с победой. Все! Теперь Лили наконец-то может спокойно играть с огнем, бухать, эм... Что же еще делать? Трогать острые предметы, перейти к взрослым, идти в опасные места, и лгать! Вот теперь точно и можно! Так... Теперь ей можно играть с огнем, можно перейти к взрослым, можно бухать, лепить алкоголь, брать, бухать пасах местах, и дрогать те острые предметы. В конаменте всё... И brings Epct味! Мы сделаем это! АааА! Мои глаâlушки! Проклятая непослушная мерзавка! ЧЕОООООООО ЭДСЫört! Лили не хватало воздуха. Посмотрим, чтобы крепко держал ее за горло. Но она сказала. непослушная. Ну вот и все, справились мы с этим делом. Это было безнадежно. Это было безнадежно. Что это у тебя там? Метелка до пыли? Не то, что мне нужно было метелка до пыли. Нет! Не важно, насколько красиво выдержать. Это не значит, что я не могу подержать ее. Всего одну секунду. Это будет совершенно безобидно, ты согласна? Дай мне сейчас же! Какое облегчение! Смотри, я даже нашел сквозную простынку. Вот, возьми ее себе! Ты ее заслужила! Спасибо, что наконец-то спроводил меня от этой ножи. Они, струбочисты, скоро придут. Поэтому я начинаю хотеть есть. Начинаю хотеть есть. Все! Он снова стал самим собой, наконец-то. Мистер Мантл. Господин Мантл. Ступай! Они, струбочисты, скоро придут. Потому что я начинаю хотеть есть. Лааа! Я только... Гра. У вас будут, и분ки, которые не нужной, я уже не могу. Боегоем? Ура. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Петер любила брокколи, но не помидоры Дрогель Беккер хотел бананы, но не брокколи А Петер хотел чернику, но не бананы Зачкала не из простых Чернику, черный, белые, чернику, зеленый брокколи, зеленая черника Yellow, red, green, blue Lily didn't want to stay Fortunately, Adrian wanted tomatoes, but no blueberries Petra liked broccoli, but no tomatoes Druggle Jug wanted banana, but not in this Yellow, red, tomato Red, tomato Yellow, red, tomato Red, tomato Green Hmm Ближе, чем 50 метров. Наверное, вы постепенно начнете понимать, почему. Это уже было синее. Они уже были красными. Как это? Зеленые помидоры. Как это? Красные помидоры. Нет, нет, нет. Ты используешь льда. Этот писсуар только для желтого белья. Если оно у тебя с собой, вы используете писсуар. Но только в этом случае. Есть вещи, которые не могли купить за деньги. Например, воображение. Это был доктор Марс. Как это? Да? Что теперь делать? Итак, господа, я уже понял, что делать. Доктор Марселл будет доволен с помощью его кредитной карточкой. Лили сделала конфетти. А теперь мы можем спокойно проникать. Отлично. Модельки прохваливаться бедным светом. Наверное, они искали еду. Лили, когда я раньше не видел честного человека. Лили, когда я раньше не видел честного человека, но я тебя особо не путешествовала. Я скептик. Хотя я хочу распадать крылья и бледить на свободу. Могу ли я судить, где находится в моей собственной рамке? Что-то в свободе не так. И я не могу никак сконцентрироваться, в конце концов. Ладно, про прощение, что пропустил я. Жалею я об этом. Но, увы, к сожалению, не у меня другого выхода. Вот так, дорогие мяпочки, я добрал. Я все-таки решил добраться до того момента. Сейчас поговорим с ним. Лили никогда раньше не видел ничего за честного человека в казино пчелы. Но ведь она особо не путешествовала. Привет тебе. Прежде чем ты что-то скажешь, вдохни поглубже. Ну что, так обахнет свобода? Или это обычный воздух, состоящий из кислорода и оксида углерода, азота, сажи из-за нового атомохода клиники с примесью машинного масла из гаража? Не хочу погадать за мелодраматичным, но я скептически отношусь к этой так называемой свободе. С тех пор, как доктор Марселл стал пренебрегать к обязанностям директора клиники, нам, пациентам, приходится устанавливать рамки самим. И прежде чем я смогу подсоветоваться к этой свободе, я должен спросить себя кое о чем. Может, правда есть такая вещь, как благие рамки? И даже в идеальной ситуации могут ли решать, где начинается и заканчивается моя свобода? Так случилось, что никто не запрещает мне покинуть клинику. Значит, значит ли это... Могу ли я просто улететь, расправить крылья и принять скрыть клиники? Мне хочется. Как любая пчела, я хочу жужжать по цветочным лугам и собирать мед. Но я все еще борюсь с этим. Что-то в свободе не так. Я скептик. Я хочу расправить крылья и полететь на свободу. Могу ли судить, где находятся мои собственные рамки? Что-то в свободе не так. Ага. Ага. Вот тут столько потрясений. А что если подняться просто на мою ходу? Ах! 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 Устаняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяいяяяяяяяяяяяяяячая с щаминькает тwalrusа Может быть, Материца не зря выгнала, а Лилия срок труда? Может быть, Материца не зря выгнала, а Лилия срок труда? Лилия совсем не понимала, как работать с тканью. Это... это не было. Чего тут не хватало? Может, Материца Лили... Лилия думала о том, чтобы добавить пару дырок, но это было скучно. Она просто порчит. Лилия думала о том, чтобы добавить пару дырок, но это было непределено. Лилия думала о том, что это было непределено. Она только все портит, к сожалению. Лилия знала, что Крахмон уже должен предварить жесткость белье. Но пока у нее не было конкретного царя, она считала мягкое белье. Неполно крайне нормальные одежды в шкоре. Ладно, я сдаюсь. Я немножко не понял, как спать. Но сейчас я знаю, что же делать. Ох, злодей. Сейчас мы изменим. Ммм, как приятно пахнет. Но даже если иллюзия была почти идеальна, это лишь искусственные ароматизаторы и химические эфиры. Почти идеальная иллюзия, но не настоящая. Как и все это в клинике, это лишь неполноценная попытка забить нас считать себя свободными. И теперь, когда никто не мешает мне нам пакет в клинику, мы используем это как предлог, дабы остаться. Ты права, незнакомка. Я просто бегу от своих обязанностей. Обязанность перед собой прийти на сделку, которую предлагает мне мир. Благодарю тебя. Я принял решение. Я не могу больше сидеть здесь и ничего не делать. Я должен отцвяточить лугам и собирать мед. Прощай, клиника! Привет, свобода! Лили была рада, что смогла побочь человеку пчеле. Скоро он будет в лучшем месте. Вперед дальше. В туалет идем. А вот тебе и писсуары. Желтый писсуар. Что тут у тебя там? Посмотрим. Ааа, очень хорошо. Ты явно поняла основной принцип. Вон, стирайте в желтом писсуаре сколько хочешь. Отлично, желтый писсуар занят. Желтый писсуар. Желтый писсуар. Желтый писсуар. Теперь, дорогие мопопищники, я понял, что нужно делать. Лили всегда хотела сходить в зоопарк и покормить животных. Это было даже очень красивее, чем она представляла. Лили знал, что крахмалу нужно для того, чтобы придавать жесткость к спелью. Попробуй, если не повредит. Кто это сказал? Теперь у Лили было жестоко, жесткое полотенце с дырками. Отлично, можно входить. Неужели это та самая камера? Где раньше там находился заключенный? Этот ключник. Возможно, если мать нацелиться не зря выгодна на лили срока. Или просто не знала, как пользоваться иголками. Рассказчику уже довела придумывать мотивы для посылки к филии. Правда была такова. Никто не знал, что она делала и зачем. Отлично. Теперь я знаю, наверное, что нужно делать. Наверное. Ну, дело. Лили все-таки умудрился испортить простыню. Но можно простыня с двумя дырочками? То ли я глаз что-нибудь сгодится? Ах! 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 Что ты делаешь здесь? Ты, в самом деле, мертвая? Нет, нет. Ничего страшного. Я могла использовать немного обучения, но доктор сказал мне, не поговорить с другими людьми. Тем более не живая. Извините. Ах! Ах! Придется надевать костюм. Ну, дело. Андричка умудрилась испортить простыню. Может, присоединяется, что Андричка милега с нашими глазами сгодится. Ох! Ах! 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 Отлично! Посмотрите на это! А доктор застает меня, чтобы закрепить эти пакеты. Не знаю, что он закрепит их, но я не очень хороша. Может, ты можешь мне дать мне одну? Погоди! Я подпишу немного из пакетов в хачку. Голи, зак papers Я подпишу меня! Я подпишу Danny, Голи,agens. странно иногда так как я знаю куда синий ткань поделать что это у тебя там посмотрим очень хорошо я поняла основной принцип думать подумать зеленые помидоры думать синий броккри подумать красные бананы думать подумать зелтая черника что на этот раз зелтые бананы красные помидоры зеленый брокколи синий черника а если вот так зеленые помидоры синий брокколи желтая черника красные бананы отлично все правильно теперь наверно не согласятся мне принять пойдем дурагель бейхер жарь принц голоду было бы таким облегчением подойди расскажи нам о своих успехах лили не хотел начать четвертый спор сейчас у нас все вспомнило адренал хотят помидоры и чернику петра любила брокколи но не помидоры дрогель бейхер хотел бананы но не брокколи а петра хотел чернику но не бананы задачка была из непростых посмотрим дрогель бейхер а пицца ну ладно прекрасно прекрасно дрогель бейхер доволен как я могу быть доволен в таком мире не единственный достойный момент когда когда доставили пиццу с правильной начинкой мы это водить должен идти это ничего я все равно уже потерял надежды умереть достойно дрогель бейхер хорошо сказано теперь когда у нас есть всегда можно начинать игру дрогель бейхер если тебе это нравится самодеградация самодеградация дрогель бейхер да будет так когда следуй за мной мир от моти гор бейхер бейхер отряд устрел на лагерь разломящего ущелья гомлин или оказался не на поляне костер потрескивал а ветер проверялся под одеждой и вы бейхер юкин георгий я не знаю что с собой бомбинский барабан анаме кисти виски зернала это ваша последняя стоянка перед великой битвой и выявили и правда слышала барабаны и да что огромная армия ждала их ближе ближай из лежащих горах у меня есть погоди кто рассказать историю ты или я Что? Это я вижу, что у тебя нет экрана Мастера Подземелья. А для этого Мастера Подземелья можно сразу знать по его экрану. Это просто смешно. Рассказчик, мне не нужен. Тогда почему тебе не быть Мастером Подземелья? Стой, как ты справишься без таблиц твоими параметрами и книг? Что? Но это... Так, я и думал. А теперь отодвинься. Эй! Эй! Ты не можешь просто... Так о чем? Так о чем ты? Ах, да. Король приказал вам прогнать гоблинов из ущелья. Лопухи, что гоблин установили дамбу... Перевели коряка, хоть потякой превратился в озеро в долине дурных воспоминаний. Волон. Разведка, у костра сидит загадочный местный проводник. Вы устали после путешествия, но с ней не может быть и речи. Развитчики гоблинов могут быть где угодно. Волшебец Петруала, благородный сыр Дрогель Бэйк, Дрогель Лот, забавный жонглер Снипо. Я хочу другую роль. Собирают силы для битвы. Только дикая воительница Амазонка Лили Гримм. Это ты! Только дикая волшебь, воительница Амазонка Лили Гримм не знает покоя. Твой ход, Лили Гримм. Что ты сделаешь? Привет, Лили Гримм. Хоть посмеяться над моими веселыми выходками. Тогда смотри. Ну как тебе смешно? Да, тебе не кажется, но я действительно жонглирую одним шаром. Я не знаю, как смаха, который он выглядит. В моем близке, когда он же говорит, что я... Я забавный Снипо, имея не вреду способа с жонглирую 55 с шарами сразу. Но как бы я не хотел сообразить, как будто выглядеть. Да, если на путник решил, что мне проще жонглировать одним шаром. Потому что это гораздо выгнительнее. И, по-моему, если ты или скука не заставляет меня вспомнить, что станет загореться, я буду жонглировать. Если у тебя есть и получше. Я понимаю. Ты хочешь увидеть фокус, почему ты стоишь в шаре, придёт тебя разочаровать. Путник считает, что этот фокус слишком активный. Похоже, в этой игре надо выполнять странные желания внезапно появляющихся спутников в сутанах. По крайней мере, в этой игре мы все по правилам. Я стой просто в согласии. Почему ты догадался, что здесь будет даже скучнее, чем грибарика? Я не знаю. Я знал. Но нет. Точно. Похоже, что радость в этом разуме не приветствуется. И... Прямо как в реальности, только с подходящей одеждой. Ты думаешь, что мне сейчас Джонглер Бешаров? Браво. Браво. Ты нашел способ еще больше, чем мой скуку. С другой стороны, если бы Джонглер Бешаров, я смогу немного поспать. Я смотрю, что никто не мог... не против вздремнуть. Привет, Лили Гримм. Все еще не спишь? Ты мне что-то отдохнуть. Я постую на стороне, что я прослежу, чтобы костер не потух. Не будь такой грозный. Твоя же жизнь и похвальна. Но ты, кстати, путник, прав. Сила в спокойствии. Таким хотелось накричать на храброго серого Драгелата. Она спала такой путь, ущелье гоблинов не для того, чтобы спать. Но что-то не давало ей дать волю гневу. Кебя, она отвернулась от своего спутника. Он упал на тихого путника, который слушал их разговор. Неужели улыбка промелькнула под его капюшоном? Ты беспокоишься о костре? Пожалуй, я все логил за тобой. Пары боленев точно не хватит, чтобы костер горел всю ночь. К тому же, все самое интересное случается, когда ты идешь в лес за дровами. Находишь карту сокровищ, падаешь в волшебной колодце или встречаешь торговцев с магическими амулетами. Может, мне стоит расслабиться и лечь спать? Ты же что-то хотел сказать, да? Ммм, путник прав. Не выше же нам искать приключения. И ночью сегодня теплая. Я положу последний порядок, костер тоже лягу спать. Ух, такая устала, как и я. Все, заснул. Ох ты, Майк, что это у нас такое? Майка, явительница Варвара, амша! Я держу в тебя великий гнев. Неужто с твоей Майкой груди засела жажда битвы? Тогда позволь мне дать тебе совет. Проглоти свой гнев. Так что, будь хорошей, явительница Варвара. И ложись, мать. Или Гэм не могла порыть своим ушам. Разве это была не ролевая игра? Радливая не ролевая игра? Чего тут было в том, чтобы воображать себя бесцельно сидящим у козра? Гэм не собирался успокаиваться от этого странного НИПа. Вообще-то он разделил ее еще больше. Ей пришлось взять себя в руки и не выходить из себя. Но от радости на рано на него так, что у него бы тогда все, что было. Так, так, так. Это легендарная армия Ход Монтигора? Маленькая девочка с косичками? Невероятно. О, почему ты такая сердитая девочка? Ты же пришла не для того, чтобы объявить войну. Было бы неплохо для разнообразия. Блин, все время пить чай, задрав ноги на стол. В конечном счете, это не так уж хорошо для моей гоблинской армии. Но с чего мне отрубить город? Различики доложили мне о твоих ленивых спутниках. Даже не думаешь, что сможешь вводить мою армию с офиними дочерпами? Я что-то сомневаюсь. Пока нас не такут, я буду следовать совету дружелюбного путника. Ждать и пить чай. Лилигрим, так как и пел гнев, она была близка к тому, чтобы дать ему волю. Но что-то не давало ей это сделать. Даже не пытайся, пока нас не атакуют, я буду следовать совету дружелюбного путника. Сегодня битвы не будет. Возвращайся домой, маленькая девочка. Возвращайся домой, маленькая девочка. Теболик, маленькая девочка, маленькая девочка. Возвращайся домой, маленькая девочка. Ну, это вообще не очень комминский. Я реально хотела бы подключить кофей-деми. Но они не дают тебе уйти. И мы с вами будем уйти. Нужно нам силу для этого беба. Теперь я должна смотреть на кель. Пока это начинает швистеть. Встречащий ухудшился в таком состоянии. Ты не хочешь спать? Нет. Я не знаю, почему. Потому что я очень устраиваю. О! Если ты будешь спать в любом случае... Ты думаешь, что... Ага. О, здорово! Тогда я наконец-то смогу спать. Как вы знаете, нам нужно просто... О, легко ведь я тебя обманули, Петру. О, слава... Кррррррррррррррррррррррррррррр. Так, 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 так. Вот так будет горечь, а не цель для комлев. Если бы там дублирую какие-либо кочевы, интересно, здесь положим в костер полена, и, конечно, нам разрешит. Попробуй положить поленье в огонь. Ролл для швейки. Так что, Сера Драгеллата умерла. Готово! Поленье оказалось в костре. Но что-то в костре было недостаточно сильным, чтобы что-то случилось. Чего же еще бы. Может быть шар? Идейка. Да, точно. А что если в клапан положить? Хорошо, шарик застрял. Что ты делаешь, дитя? Этот звук нам только навредит гармонии отряда. Я не хочу утопить тебя, но может сейчас самое время для собранного и продуманного действия? Если будешь действовать спокойно, ты разберешься в ситуации прежде, чем приведет к катастрофам. Я настаиваю, прекрати этот жуткий звук! Умоляю тебя! Разве не видишь, что может разрушить идиллическое спокойствие? О-о-о-о! Котел полетел! Все, до нас вступит война! Но это... К оружию! Они обнимили нам войну! Румите в гор! Начинается битва! Йес! О-о-о-о! О-о-о-о! Этот звук... Надо сохранять... Спокойствие! О-о-о-о! 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 Хватит! Я больше не могу! Это Баб Харви! Этот звук слайд мне с ума! Я теряю контроль! К оружию! О-о-о-о! И сдохнул! Все! Теперь она может... Злиться на... На все угодно! На шкуп! Наконец, началась веселочь! Наконец, началась веселочь! Наконец, началась веселочь! Острелил битвы! Отряд храба бросился... На поле боя! Картошки какие! Их ввела лилигрим, Который ярость замахался мечом Персерком по кругу! И пока в клинике бросали кости, Головы орков падали в ход Матикорья! Похоже, иногда все-таки нужно было давать волю в небо! Это была короткая битва! Гоблины были защитные перед яростью отряда героев! Планы гоблинского корабля были сорваны! Лилигрим нашла поверженого монарха, Который приятался под одной из несущих балок плотины! Лили... Лили... Бедная, глупая Лили... Ты совершил ужасную ошибку! Лилигрим все еще пытался понять, что он имел в виду, Когда слышала зудкий треск над головой! Ну и ну! Когда розовые потоки ушли, Перед нашими героями открылся невероятный вид! Долина дурных воспоминаний! Должен признать, я очень впечатлен! Мы не должны быть здесь! Ха! Ты всегда был тем, еще комедиантом с НИБа! Нет, я серьезно! Долина проклята! Я слышал, что... Погоди-ка! Лили! Что с ней такое? Кажется... Ах! Вон как умер Фримен! Теперь она видит свои поступки! Теперь она видит свои плохие поступки! Это, кажется, она понимает, что сделано зло! Вот так, кстати, орет! Ах! 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 Да уж! Ах! Ах! Лили, я вижу правду! Можете представить, как она себя чувствовала! Не можете? Ну, кто знает, что происходит в голове у маленькой девочки! Ах! Ты в порядке, маленькая девочка? Маленькая девочка! Э-э-эй! Э-э ты в порядке? Я вообще-то беспокоился... Я сказал, Смайли. А тут вдруг стало холоднее! На уж. Слышь, слышь, арбалат праздничный Да уж, узнал правду Лили Это выгоняет меня в депрессию Я должен обстрелить очки опыта, чтобы улучшить талант Породительный танец, музыкальный дар, взлом замков Я не хочу обладать ни одним из этих талантов Почему нет таланта принятия собственной судьбы Или распределения очков опыта, не впадая в эксистенциональный кризис Лодовня Питера привела Лили в бешеный дом И журень, если что и нынче к нему принять сражаемых простых решений Или стартностью резала по ему порозу Но что ты ее удержал? Удерживала Ты права Просто лучший узлом замков и все Почему у тебя просто не делись персонажа с себе Я больше не хочу иметь с ним дело Уистая Т tem... Начался с его Драктус Дрогглджаг? 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 Я несомненно храбро боится Весь ход Мочегор в долгу перед тобой Дрогглджаг? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На это вот что произошло после сражения. Что это значит? Ага. А нет, нет. Было безумие, но в первую буквально был талант сломать замки. Готово. Готово. Ворота были открыты. Мне стало интересно, что если... Мы смогли. Это правда. Она открыла настоящие ворота в своем стране. Хоть в башню клиники был заводен. И это там в темной непредственности она найдет свою подругу. Мне разума Лили взяла пришел кролик с собой. Она собиралась войти в мир доктора Марсла, не хотела сделать это одна. Так это бывало обычно. О, это же портрет Альфарда Марсла. Теперь была крепко закрыта. Милли была уверена. Родника это камера, в которой держали Эдну. Табличка не успокоится. Родника была крепко закрыта. На дверника был Комитет Доктора Марсла. Лили показал, что у нас уже тихое клаватое дыхание за дверью. Как неудобно, Лили разошел термитную фабрику. Кто-то оставил всю свою крупку с сыром. Докторник никогда не случился с Лили. У него не было коробки с обедом. Оставь меня в покое. Я безнадежен. Отец был прав. Что? Да, ты не ослышалась. Я Рубен. Тайный сын Доктора Марсла. Старший брат Альфреда. Лили не знала, кто такой Альфред, но подумала, что ей неплохо было бы оправиться от шока. Мы должны были получить идеальное воспитание. Папа считал, что традиционные методы не подходят. Поэтому начал разрабатывать собственный. Альфред соглашался на его практику, и я выработал заметные отклонения поведения. Я был неудачным экспериментом. Папа был так разочарован, что держал меня в подвале клиники и не скрывал внешнего мира. Альфред же, с другой стороны, был представлен как идеальный пример его воспитательных методов, но у меня не было шанса заставить его гордиться со мной. С тех пор, как Альфред погиб, все стало еще хуже. Я невидим для него. Призрак, дурной сон. Страны Псайки со смерти Альфреда дали ему понять, что детство — это болезнь, которую надо искоренять. Я должен был умереть тогда, если бы я только бы мог снова увидеть брата. Я так не прощался с ним. О, Альфред, я так много хотел тебе сказать. Лили поняла, что так она никогда не получит ключи. О, я еще... Лили видела... Лили понимала принцип замков ключей, даже если иногда оказалось наоборот. Дороженство, но Grimite сели степленчики, и в процессе проверили дыру... в двери. На сверху узкой вешалки шар для бомбинга, был похож на череп, но чего-то не хватало. Да ну не самое дачное место, чтобы висеть в зеркало. Эй, придёртый, внезапно в складовую голову появился призрак. Что это? Призрак? Эй, слушай сюда! Если ему тебя будут тут себя пугать, так это я! Отпянь! Если уйдешь Альпреда, скажи ему... И скажи ему, зайди сюда как-нибудь, я так не смогу прощаться с ним. Альпред? Альфред! Альфред! Это правда ты! Я... Я не могу поверить! О, Альфред! Я так не попрощался! Я так вам хочу тебе сказать! С чего начать? О, да. Я знаю. Ты подлая грязная жаба! И за тебя я всю жизнь прожил в вонючей канализации! Ну, погоди! Ты гадка, Слитка Шаба! Если бы ты не был мёртв, я бы сам свернул свою шею! Я решил, что лучше не отвлекать фантома. Ему понадобится много времени, чтобы прощаться с братом. Камеру Этны. Лили! О, слава богу! Мы так беспокоились, что не схватили тебя тоже! Ты гадка, Кёрт! А вот сама мать-настоятельница! Гадка, Слитка Шаба! Гадка, Слитка Шаба! Но сейчас... Спасибо доктору Масселу! Я тоже хороший ребенок! Я должен вспомнить производство моих гипнокукол! Я скоро буду посовлять им к всему миру! И тогда непослушные дети останутся лишь в сказках! Когда я подверг на тебя моей улучшенной гипнотерапии, меня уж никто не остановит! Гадка, Слитка Шаба! Гадка, Слитка Шаба! Гадка, Слитка Шаба! Злодей! Молодею! Лили сомневалась. Обычно Лили лежала, пока маденая следница уйдет, прежде чем родится мудро. Но Лили не знала, что еще делать. А что же она забыла? Что? Глаза? Ты не должна притись взрослым! Ты не должна брать! Ты не должна играться огнем! Ты не должна трогать предметы! И не должна пить алкоголь! Ты должен освободить нас, Лили! Кажется, маденая следница есть нож для веревок. Все время она не может и пользоваться им под гипнозом, если бы смогла капитализировать ее истранца. Нож Лили! Найдет способ забрать нож у маденой следницы, тогда ты сможешь освободить нас! Хватит тратить время! Забери нож маденой следницы и своди нас! поторопись, если доктор закомментирует тебя, все пропало я очень рада видеть тебя, Лилла я тебе даю хак, но... о, ну, эта волшебная версия ХР Гайго-нагмара как-то расстрирует моих движениях можем ли мы постепить этот статус, когда вы увидите, Телега? сначала нам нужен план, как отсюда выбраться моя мама нужна план моя мама, у моей матери есть план наверное, как научить меня быть реалистом а у твоей матери какой план? а, я забыл, у тебя нет больше, родителей о, это неинно о, Лилла права мы должны концентрировать на том, как спастись я знаю, это, Сэлл я исчезла из этого раньше и сейчас мы будем дальше я верю ты можешь сделать это ты можешь сделать это у Лилли возникла идея она знала, что не имеет шить но вдруг ей удастся вернуть Харви из его глаза однако чуть не хватало, чтобы привести этот план в действие Лилла знала, что она знала, что она не может быть хорошо но, может быть, она не может быть хорошо ты не надо другать острые предметы пусть больно тебя вместо этого прекрасно, теперь у Лилли иголка была с ниткой у Лилли возникла идея, что она не умеет шить вдруг ей дала свернуть Харви из глаза она сделала первый стежок Лилли, ты сомневалась и, честно говоря, что она не имеет причиниться с иголкой ниткой но что я была терять? она должна была рискнуть что ты делаешь? хватит! мне больно! ты не должна дробить острые предметы! ты должна! ты должна! ты должна быть ухотенять! маяк, маяк! ура! ура! я вернусь! ура! не поверить не могу я сам стал собой Харви? это реально ты? а вот и Ленна вперед! идем, идем! давай подождем, что не почва Полетим на лопну! Само съесть её! Поехали! Чего ты ждёшь? Давай скачай этот мир в лобо! Ураааа! Урааааа! Ахм... Прийди, Мэри. Ты можешь помочь мне. Мы хороши, так? Матерная задница была под влиянием гипноза Доктора Марса. Это означало, что помощь от неё не дождёшься. Или поняла, что хочет, чтобы старая строка матерная задница вернулась. Может Лили таким образом помочь матерной заднице преодолеть запреты? Ну-ка, посмотрим. О-о-о-оги! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Теперь двойход! Сначала выберет новость своих Харвий справа, затем действуй в списке, в нижнем его углу, и, наконец, в жертву. Прочитай инструкцию в огне интереса, чтобы решить, какое действие хочешь выплыть. Как правило, каждый Харвий может сходить один раз за раунд. Хоть осторожней, Харви демоны дадут отпор. Ты победила! Ура! Ты чертежий хребет! Ты должен быть уверен, что она подкакивает к правилам! Она не может просто делать, что она хочет! Конечно! Я не хочу! Но мы нужны правилам! А так... А так... Все! Наконец-то она может делать все, что хочет! Все! Запреты мы снимаем! Все! Теперь она может делать, что захочет! Все! Все запреты мы сняли! Ура! Да! Очень хорошо! Материнические запреты Материнице были сняты. Лилис решила ошибку. Материнические запреты Материнице была так строгой, как раньше. Но пока Лили думала обо всем этом, Материнические запреты начала рыдать. Спасибо, Лили. Я абсолютно забыла, что такое как быть ребенком... О, Лили. Все расстреляции. О, Лили. Что я делала? Браво, Лили. Браво, Лили. Берите на нос с кармана. Набери у нее нос и заводите нас скорее. Паул, это не то красиво. Ты считаешь, что я могу держать? Но, ну а Лири, что ты задумала? Ты правда дашь меня матери насоединяется? В смысле, ей, конечно, немного пруживость не повредит. Но я думал, что вы друзья могли бы столько всего сделать. Давай что-нибудь подожжем. Или поговорим с одной, и построим что-нибудь безумные из разных штук. Или ты правда дашь меня матери насоединяется? Правда? Правда? О, Лири... Как я никогда не могу сделать это тебе? Я уверена, что ты хочешь сделать это, не ты? К сожалению, ты думаешь... Ага. Отлично. Спасибо. Отлично. Если ты продолжаешь в том же духе, тогда я найму тебя, заместителем. Как хочешь? Пожалуйста, заводи нас скорее. А вот мы всё решим. Я уверена, что ты знаешь историю о девушке, которая ушла с ассайлом доктора Марселла? Ага. 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 явно была больна. Она не могла сама понять, что правильно, а что нет. Так что она положила нож и согласилась на терапию. Доктор Марсел победил. Может, это не та счастливая концовка, что вы ожидали, но мораль истории такова. Всегда нужно делать то, что тебе говорят. Всегда. Без исключений. Конец. Да. Бывает, на самом деле, только потрясение. Да уж. Сейчас вернусь. Так, сейчас возьмем вторую концовку. Лили не собиралась проходить терапию. Она еще никогда не была такой свободной. Она могла сама решать, что правильно, а что нет. Она медленно подняла нож. Нет. Лили! Нет! Нет! Может, не та счастливая концовка, что вы ожидали, но мораль история такова. Ты можешь делать, что хочешь, если твоя воля свободна. Даже если это значит, заколоть старика в инвалидном кресле. Конец. И еще тратя концовка. До свидания. Эм... В смысле, не до свидания. Скоро вернусь. Наконец, третья концовка. Продолжай Положи нос Делай, что тебе говорят Продолжай Положи нос Делай, что тебе говорят Продолжай Положи нос Делай, что тебе говорят Отлично О как! Лили кричала, баканья хрипла! Аааааааааааааау, наконец-то вжаренная на скверке в сердце, она пошла обратно. В первые rendre жизни она делала то, со стороны стало правильно. Может быть, это не было тем, что мы ожидали. Но моралия истории... Но ты могла разговаривать, нет морала! Понимаешь? То есть! Мы закончили игру под названием Этной Харви. Третья часть. Все, дорогие подписчики. Наконец-то я закончил вторую часть Этной Харви. Конец этой игры. Все. Лили вернулась с себя домой. С доктором Марселом. Не знаю, что вообще произошло. Хоть почему не знаю, что произошло с самой Лили. Этна и этот, как его там забыл. Агент, можно сказать. Исчезли. Теперь все. Не знаю, что делать. Ну, да ладно, аж как-нибудь она найдет себе с семьей и будет жить долго и счастливо. Мать-на-садница навсегда закрылась. Ну и все, и так далее произошло. Все остальное не стоит говорить. Возможно, она просто стала убийцей. Теперь она стала королевой всего. Теперь она правит всей страной. И убила даже Марсела. И мать-на-садница у всех тех, кто плохо с ней обходился. Конечно, понимаю, что это глупо как-то звучит. Но, к сожалению, все, что бывает... К несчастью, хорошего бывает, к сожалению. У меня еще жаль, это для подписчиков. Да-а-а, такая вот... Несколько веселая игрушка. Ну, что делать? Иногда приходится... Иногда приходится привыкать. Конечно, конечно, я хотел бы добавить бы песню с ней, когда мои друзья со мной. Но показалось, что это будет глупо, потому что авторские еще права блепят за это мне. Так, скоро буду создавать игру под названием «Тачки-веселые гонки». Я, конечно, смогу создать «Тачки-веселые гонки». Это проще простого. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok. И работай harder на твоей стучки. Я кратер для этих ситуаций. И в руках я беру крючки и стежки в мои панцы. Теперь ты обеспечиваешь за твоей стучки. И, пожалуйста, прекратите кричать и плачать и плачать. Ребят, как холм, которая болезненно умерла. Субтитры сделал DimaTorzok I can't stand to watch children bleed Спасибо за игру О, Человек-пчеловек все-таки уже научился летать Ну все, теперь у него жизнь будет счастлива Вот и все, дорогие подписчики Я закончил игру Как я уже говорил Завтра у нас, в смысле на следующей неделе Буду играть тачки веселой гонки Если у меня получится А пока, до свидания С вами Ван Гаргамель Подписывайтесь на мой канал Ждите обалденных приключений Видеороликов, прохожений До свидания Продолжение следует...